фотографии пришел мне кажется павел троценко диоды нашел не знаю вот это как бы мы комментарии страшнейшая сила в растении помните как росточки травы буквально проламывает асфальт проламывает сила немереная и эту силу мы можем это просто яркий образ мы можем использовать так потому что помните глинистая земля схватывается коркой корка становится как бетон и уже трудно чуть слабее а какое-то растение пробило их осоле нет корка такая периодичие поэтому мы должны с одной стороны помогать растениям по другой стороны серекция вот она серекция и это тоже невозможно убить тот же абрикос вернусь гноить прощепальные вся страна гноит абрикосы научили помните сколько я примеров приводил десятки и только наша небольшая группа пусть нас уже сотни даже несколько тысяч может быть все равно большинство губят абрикосы гноением и не знает об этом а нам на федеральный уровень пока не вырваться мы так старались мы готовились тут оказалось что данный момент нас покажут только двух регионах сибири так сейчас я что подвернулась фотографии понимаете в чем дело дело в том что из этого дерева подолки причем если люди утверждают что здесь лишние ветки они все же с высшим образованием будем переучивать ну растет в три ствола пусть себе растет а что это самое зачем если два отрезать минимум пол половины кроны терять вся разница что будет больше придет время крона раскроется сама я же говорил 40-50 метров на том дереве что страшно колновидные яблони уже стояли мы вместе с кудасёвым с ведущим вот я показывал рассказывал руками махал когда-то мне это стоило карьеры в этом в этом самом крупнейшей газете написал они на 50 это все не то что обман это сказка которая никогда не станет былью никогда колновидные не накормят повторяю когда-то мы с Курдёмовым взяли поделили садоводство на северное и на южное у него южное у меня северное граница неопределённая вот но я считаю 90 процентов России принадлежит мне северному садоводству то есть никаких успехов колновидных яблонь здесь не было нет и не будет до сих пор я вспоминаю не раз этот случай показываю рекламную фотографию на переднем плане метровые яблочки яблонька на ней шесть яблок а кажется много потому что вот так а дальше то рядом с ней яблони два яблока уже восемь на третьей еще яблоко уже девять и четыре пустых одновременно все а у них не одно яблочко и вот эта реклама то есть на 10 получилось примерно или там на 8 яблон 10 10 штук яблон вот это реально действительно не покупайте просто вот не покупайте и все вам не помогут эти искусственные корни у них нет центрального корня значит не будет антифриза они будут пересыхать дикую жару и приходится заливать водой гноить потому что только корни из гулькин этот и получается что они тут же это пересыхают корни неглубокие зимой замерзает естественно замерзает вот это ваши колонны наши их когда-то преподнесли как ой 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 какая была литаж и вы не сбежали но я все это рассказывал а теперь смотрите вот если взять да вот это мой абрикос впервые в моей практике а я никогда себя не щаду вот пришлось отпилить пришлось я резал и резал видите тут кругом обрезана обрезана если приглядитесь еще обрезана вот это маточное дерево это очень крепкий надежный амур так ну стоило а это уже судьба ветки начали отсыхать уже в молодости потому что невозможно столько ран делать и сразу заболела я сказал себе ладно остыли не заболели одна так остальных этого не найдете мы же с этим как мы же ходили с этим с ведущим шли вот как раз оттуда вот оттуда вот и шли мы в нее больше таких нету я специально показывал единственная заболела причина для меня то причина понятно вот она внизу белая темнеется видите вот она это есть причина сюда пошел мороз дальше ветки целы все что выше и там огромное количество плодов огромное почерпит вот ну не знаю фотографировали нет вот эта причина а делается это так вот смотрите вот так сфотографировал допустим что мне же мы не знаем караул помогите и вот эти помощники что у меня случилось и как начнут опять против фунгицидов а здесь ничего не надо делать и никакие фунгициды не помогут и какие эти самые купоросы ничего не помогут ничего никогда вот с этого момента оставьте дерево в покое раз уж искалечили лечить не надо и невозможно я на этом стоял и стою и вы потом это дерево если будете меня отслеживать пожалуйста часом плодов ними не мерято выше вот и все будет порядке заболела дерево за того что я его искалечил вот только потом не цеплялись я говорила а сам режет другим не это не дает это контакте писали что такое когда железо запрещает а то их и меняет такие страшные клички еще один это груша она тоже боится страшные обрезки у нее получилось так что ее форма у груши в принципе они все всем по первородству не будучи привитая у них штамп становится вот такой я показывал столько раз у меня столько фотографий на сотни вот привитый ширше или шире но все равно потому что у него боковая ветка вы взяли пучечку сделали сделали дерево ну знаете как вживили она должна была расти вот так вот как это видели бог растет а мы тут почечку взяли и сделали ее центральным проводником и они все равно пытаются расти вверх это у них если уж назвать по простому даже можно сказать генетика можно сказать инстинкт вот такое выживание вверх 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 проходит время второй этап вот она это все-таки ветка боковая она не может все расти вверх вот она дала горизонтальную ветку я не отклонял отклонять это учит это целая наука вот и но если отклонить почему они отклонив ждут урожая почему они не понимают что все равно это она пойдет вверх если вы ее что росла вверх вот так вот отклонили в бок все равно она будет расти вверх никуда у нее инстинкт продолжение рода вот с этим связано почему ее особенность невероятная пирамидальная крона все направлено на то чтобы сберечь не так чтобы вместо того чтобы его так раскрыться она должна быть вот такой формы у нее корни не разлапиться у нее корень также уходит вниз я показывал фотографии корней я говорю с тем что я сам выкапывал и фотографировал вот и мне не нужно никакие дурацкие учебники где вот так вот берут крону а потом эту же я же видел этот же вот так раз или отрезать или как ее же вот так делают а потом раз срастили как-то а потом сфотографировали вверх вот так и вот так окружается на дом рисунок вот вам и крона готова и нас учили по этим учебником а практика вот она груш узко пирамидальная крона потом придет время вот и она раскроется сама я не удержался потому что у меня таких фотографий много но я хочу что когда-нибудь студенты будут сдавать не вот эти дурацкие заряды после которых они не знают ничего а вот так вот посмотрел на этот подарок и сказал ага зарощенный это дёрн так это посмотрели пирамидальную крону груш если это было отклонено насильно она все равно пирамида будет стараться расти вот это вот настоящая учеба это уже будет практически садоваться а может там до чего я тогда показывал вот это вы боже я так хотел вот я живу в это не сделал я бы сгорелся над ними вот сейчас помню а вот когда они взяли дерево уничтожили вот интересы сейчас посмотреть на него мы этого расследовать я же фотографии дел когда садил когда кого-то привал все это наглядно вот посмотрите что получается я там было что сказано я должен есть такой песня что надо же все таки точку поставить и так но я все-таки туповато извините что я цитирую вас никак не могу понять если не ухаживать они же отвечают посмотрите вот он уход они считают что-то уход дикий страшные воровали дерево лишив его пищи вот потом изувечили почву этими этими же вилами изувечили в прямом смысле искалечили там все готово там нельзя подходить вы знаете что даже стоять тут в этих сапогах тоже нельзя по большому счету и это грех если вам нечего тут делать не подходите к дереву не топчите это все это все должно существовать без вас а зимой ну-ка вспоминаем устроили эту самую летку иенку взяли лазин дерево начали оттаптывать это все зачем назвали снегозадержание снег лежит таким слоем как природе положено взяли весь снег и стоптали лишили этот самый снегозащиты от мороза аж летку-летку станцевали а фильм то для чего был просто занять и людям конечно не так уж смертельно если обтоптать но представляете миллионы людей которые знают что если мы не обтопчем беда будет снегозадержание не будет умрут от засухи мы не знаем весна какая будет может быть сплошные дожди такие бывали или как в этом году дикая засуха и вот получается если вот это называется я хитро так отвечу если не ухаживать они же дичают так я так скажу лучше пусть дичают есть такой способ я приводил примеры убедил вас если нужна помощь то она такая мизерная что ходишь по саду ходим всем чем бы заняться тема сейчас сама растет все ну видели мы этот люк они муравьи ползают и много процентов отношений освоили эти муравьи стры ну где-то процент пять процентов листа и вот моя учеба не будем мы это прескать не будем это их доля это их это сам обыкновение а как я показывал еще покажу на каждом соцветии на всем на едином эти божьи коровки на разве можно опрыскивать каждом соцветии божьей коровки какие цветоеды здорово в саду убедил нет и никак и никуда он не дичает у меня уже есть деревья которые потерь свет никто не подходит я думаю кого я все где-то души заочно спорю с этими же выпускницами посадил косточку вырастет дичок сейчас уже сотни примеров ни одного дичка ну сколько еще надо чтобы убедить потому что им же надо еще отказываться от этих слов что железо в это самое его эти что его продажа косточек я одна за 1000 рублей косточка за 1000 это чтобы отбить охоту хотя у меня на тот момент среднем получалось с подарками со скидками косточка в среднем рублей 10-15 а сказать тысячу это бить охота у тысяч людей где-то же не нечестно это неправильно вот и вот это вот как-то взялся в кольца переубедили а это самая лепином занимался всю дорогу травой ну как научили так и плечо ну ладно наверное железо прав ну попробую еще раз мой брат сунуться и все пойдем дальше больше не сунется вот инфаркт дороже обходится так посмотрели посмотрели убить может только выпаливанием . смотрели посмотрели и на этот посмотрели он попадет мне как прицепиться к этому единственному дереву и и никогда не за страшную рану за то что я просто подставляюсь подставляюсь ради науки чтобы уже и будущее ученого когда-то и студенты начали проходить вот сколько вызовет эта фотография злоба ненависти злорадство ну про дождевание я говорю здесь вы видите какой пустой сад да почему дождевание мы не можем перейти на капельный полив это неправильно это не честно это не долив или перелив обязательно середину ни один человек не найдет и виде и это невозможно это все поэтому альтернатива дождевание дождевание она тоже опасно почему муравейники они священны муравейники это цивилизация равная нам по разуму только у него управление сверху у нас вот отсюда якобы плюс правительство президиум вот там этот самый я имею ввиду там совет министров и прочие президенты вот якобы управляет нами да много нами управишь и вот получается что у муравейников то же самое но у них не все управление все рассчитано на и это внешнее управление не успевает смотрите я включил даже вот это самый щадящий способ полива самый щадящий а муравейники знают что на небе тучек нет и они полностью раскрыты раз герметизированы не знают и те же самые черви вот сейчас если долго поливать поняли намекла если долго поливать вся эта подземная живность подземная это самое то ли это фауна то ли флора хрен поймешь насекомое все это будет уничтожено нашим поливом но поливать вынуждены другого способа еще хуже помните прошлый раз проходили чтобы продать бухту шланг для чего-то надо было написать с умным видом кладем кидаем шланги поливаем это еще страшнее это уже наводнение а здесь полил на 5 сантиметров на 10 летишь все-таки настоящего потопа не получится и черни не выбегут и те их уничтожат эти нас те же насекомые или птицы вот и муравейники до конца не пострадают вот это и счастлив ну и как вариант душ шарков я уже начал говорить про полив не могу рассказать второй последний способ смыли тлю если она есть тут приняты зато уж пауки жуки все 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 держава не бойся не боятся эти абрикосы холодной воды их морозами собраться не убьешь это пугает нас вот это хороший способ и немножко на к эти самые не сильно полили крону полили немножко прислали круг все кстати здесь был мощный я показывал посадку здесь был мощный этот холм был мощный он стал таким то есть он остался большим но здесь как-то он не смотрится делал холмы вот такие будь здорово ну я вам показывал вот ну а тут тоже понимаете я надел много фотографий вот светение на концах веток и вот это невероятная 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 ошибка невероятнейшая оплошность заблуждение когда заставляют укорачивать эти ветки или я вам показывал вот этот забобер как будто специально кто-то сказал давайте мы должны уничтожить пусть покупают импы пусть покупают отраву пусть короче живут пусть больше болеют но невозможно не знать что первое светение на большинстве явно не груш на концах веток а принято считать то что они однолетки вообще это абрикосы да там до самых верхушек плюс последнего года до самых верхушек цветочные пусть и плодоносит я вам показывал густо прям допустим а яблони груш это пишут что однолетие просто уж точно без плодовых этих пусть а вот этого они не видят у меня прекрасная фотография я постараюсь каждый раз выбрать новую фотографию свежую видите ну ка 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 кто же нас учит кто нас учит его это как тот бобер вообще все вырезать вообще все на едино вот оставить тут голые ветки или яблони или как эти брянские ученые да еще не все скажу если так ответит студент он получит тройку казалось бы должен пятерку получит вот внимание откуда железо у тебя мертвая и откуда у игрок вот он эти пупышки оттуда высыпаются эти самые раковые эти лернышки вот вот она пульса перезвали а что случилось а почему все цело а почему эта ветка отрезана потому что я на прививку взял явно прививку может это было декабрь и январь февраль я уничтожил вот столько смотрите за сюда где погибшее дерево боя погибшая часть дерева моими руками заметьте еще один пример я себя сидит не буду я мусор какой у меня сад у меня ни одного грибочка вот елена санна рассказывала все мастер-группе вчера так что мы приезжали я привозила с собой специалисты по грибам грибов не нашли вы плохо смотрели потому что все таки вот это пусть это редкий случай так конечно целый сад обошли пол сада вот допустим 2 пол сада посмотрите вот здесь загибаются листы видите вот они еще раз покрупнее чтобы студенту я сказал на месте студента хочешь пятерку должен сказать вот этой обрезкой пусть вынуждены возможно а этот студент должен барабанить возможно садовод саду которого сделал это фотография от это или укоротил ветку вот что в общем-то плохой прием укорачивать ради укорачивания или скорее всего взял черенок на прививку зимой сюда пошел мороз уничтожил до сюда полностью и заболела видите до куда дошло вот еще может быть удастся умереть вот и мороз попал сюда вот эта ветка тоже умрет но перед чем она умерла она становится вот такой полумертвой и вот тут так говорит студент течение десятков лет сотен лет началось это 19 века вся любовь обрушилась на совершенно ненужную работу борьбу теперь с грибами вот это назовут черный рак есть еще красный рак ну не будем до вас в детали а то я опять уйду куда-нибудь так а есть еще вот это скажет манерос скажет иванова петрова скажет я образно акутирую комикоз скажет это самое иванова петрова сидорова скажет паша а потом раз говорю по морде образно это я права нет я вот этим занимается вся вот это вот я называю бульварная литература все это бульварная канал где пару садоводов которые не мыслят ни в чем там ниже есть у меня подпись эксперт да и вот пожалуйста вам пример чтобы студент получил пятерку он должен заметить это что каждая фотография у меня их тысячи каждая с подвохом каждая вы сразу заметили нет мы отвлекли внимание третий цветы до цвета это раньше чем на это чем на второй давече второгодний и третий год а это самое главное это было вот теперь пятерка ну пока я его за вас получил уважаемые и никого не надо делать вот наверное придется не отрезать я не стал отрезать пожалуйста приходите любуйтесь я каждый раз этим занимаюсь учеба учебу здесь прошу больше ко мне без этих не приезжать без приглашения потому что я устал ну вот заканчиваем наше время опять же сказал очень мало очень мало я у меня были приступы сердечные да я не скрываю этого мне 72 года вот я еще не дождетесь я не собираюсь никуда но я страховщик страшный я всегда так делаю вот это девушка женщина вот семкина мама один из моих моков вот племянница она вы посмотрите на ее умнее лицо это она собирает вам посылки вот эти материки отправит вам а что будет когда меня не станет хорошо будет я надеюсь что поменяется электронный адрес не поменять может быть я попрошу пишите фамилию пусть это будет вот двойная фамилия мельникова тиражей может быть так но нужно чтобы семья выживала и просто выживала продолжала это дело видите пока ее уровень это собрать приготовить вот посылки прекрасно статифицировать так и все дальше я выучу принимать заказы вот деньги уже кормить семью нашу немаленькую потому что вы не знаете сколько приходится это тратить денег на я их называю внуками и вот получается что привыкайте постепенно вот мельниковы вот юрия сергеевна конец потом познакомлю вас с этой со второй своей я думал тимошка придет тогда и специально ну когда-то расскажу смотрите это было еще двадцать шестого видите двадцать шестого вот это дерево оно раскрылось само одно из двух посек это то самое что представьте себе что творилось тридцатого тридцатого когда начали начали рекорд но ученых нет среди некому савиничу ехала и суммарная цифра 40-50 ветер останется только для доверших людей из моих слов а кто не поверит тот еще скажет что помните вот шаман наполеон это все про меня у Субтитры подогнал «Симон»